Привет, друзья! С вами, как всегда, Дядюшка Али Шоу. Как ваше лето? Успеваете следить за выпусками? Скучаете? Я не успеваю соскучиться, ведь собираю для вас самые крутые подборки с Алика. И как раз сегодня у нас с вами ТОП-20 невероятно крутых штуковин с Алиэкспресс. Пока всё только начинается, проверяйте подписку, жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. И обязательно пишите в комментарии, что вам понравилось больше всего. И да, всё ещё есть время запастись вкусненьким, ведь скоро начнётся выпуск, и отвлечься будет просто невозможно. Напомню ещё про конкурс в конце видео на новый смартфон Samsung Galaxy A53. Ну а теперь готовы? Тогда мы начинаем! И начинаем мы с обалденно крутой штуки. Как вы думаете, что это? Да, это пистолет для шампанского. Всё верно. Кто самый заводной весёлый на тусовке? Верно, алкоголь. Но, кстати, я думаю, что можно заменить шампанское на газировку, получится не хуже. В жаркий день можно устроить весёлую перестрелку, но всё же, если решите использовать алкоголь, лучше следите за мерами безопасности. А то, мало ли, расстреляете кого-то до потери памяти. Вау! Это же настоящий Лего-робот! Обалдеять! Вы можете собрать для себя друга из маленьких деталей. Кстати, так как этот робот предназначен для игры с детьми, возрастное ограничение у него с 8 лет. Он имеет противоударную конструкцию. То есть его проектировали таким образом. По завершению сборки его крайне сложно сломать. Конечно, если лупить об стену, скорее всего, что-то отвалится, но в целом этот парень очень крепкий. Итак, этот робот на радиоуправлении. Может ходить, крутить головой, включать подсветку и шевелить руками. Думаю, можно настроить алгоритм его действий через приложение, и он будет приносить вам что-то не сильно тяжёлое. Время работы без подзарядки примерно 3 часа. Работает как на батарейках, так и по проводу. Крутой способ провести время вместе с ребёнком. Воу, какая мощная ручка! Между прочим, она реально крутая. Выполнена из алюминия. Вот купил одну такую ребёнку в первый класс и хватило на всю жизнь. Вообще, такую ручку используют для самообороны. Удобное универсальное средство. Ты никогда не знаешь, когда тебе может пригодиться ручка для письма. А такую легко кинуть в карман или рюкзак и брать с собой везде. Можно зацепить её как брелок и вообще не переживать, что придётся долго искать её. Миниатюрный размер позволяет хранить её где угодно. И, кстати, из-за металла может показаться, что она тяжёлая. Но это сплав алюминия практически не имеет веса. Конечно, это не пластик, но всё же удобно использовать. Если вы проживаете в неблагополучном районе, стоит взять на заметку. Пиу-пиу-пиу! Что может быть круче воды в жаркий солнечный день? Представьте, на улице плюс 30 солнце нещадно палит, и в моменте вы получаете разряд прохладной воды в лицо. Ну или на другую часть тела. Если вам сейчас не так жарко, наверное, вы подумаете, фу, это ужасно. Но нет, это просто кайф. Итак, специально для таких недетских игр я нашёл этот водяной пистолет. Почему недетских? Да потому что дальность у этого оружия аж 50 метров. Встроенной батареи хватает на 2000 выстрелов. Перезаряжается этот аппарат за 10 секунд и расходует 22 выстрела за раз. Ммм, как вам? Достаточно мощно для детской игрушки. Ну и да, производитель рекомендует использовать его с 14 лет. По мне так это очень крутое водяное ружьё. Я люблю зарубиться с друзьями на даче на пару часов подобные игры. Разделиться на команды и устроить CSGO в реальном мире. И это максимально необычный гаджет, который я видел за последнее время. Это телефон-бритва. Да, есть специальные насадки, которые через разъём телефона выполняют всякие косметические функции, типа зеркала с подсветкой. Даже есть и бритвы. Но вот телефон-бритва – это прям что-то новое. Ну, наверное, если вы не представляете себе жизни без гладко выбритого лица и часто путешествуете, может быть, это и удобно. Но учитывая, что в наше время ваш гаджет – это скорее аксессуар, такое себе. Ну, то есть вы пригласили девушку в кафе и выложили на столик телефон с бритвой? Как-то кринжовенько. Вообще он выполнен по походным канонам. Антивандальный корпус, камера с защитой, нереально огромная батарейка. Наверное, для леса или путешествия. Да, такой телефон очень даже крут. В целом, если отбросить предрассудки, наверное, это удобный гаджет. Напишите в комменты, что вы думаете на этот счет. И перейдем к релаксу. Что это за стильная штука в невероятно крутой упаковке? Это титановый спиннер, суперкрутого черного цвета. Вообще, эта игрушка напоминает что-то из компьютерных игр типа Metro 2033 или Fallout. Ну, потому что он такой необычной формы и с этим восклицательным знаком, и знаком радиации, да еще и кейс этот прям создает таинственную атмосферу. Кстати, в комплекте у него дополнительный подшипник и наклейки. По мне, так и без наклеек он выглядит достаточно круто. У него подходящий размер для удобного расположения в руке. Причем так интересно, как производитель измеряет точный размер. Такие игрушки одинаково хорошо ложатся и в огромную руку, и в миниатюрную. То же самое и их вес. Я заметил, что подобные штуки примерно одинаково все весят. За счет этого и хочется продолжать держать их в руке. Конкретно этот экземпляр прям крутой. И прикольные штуки для дома подъехали. Это светодиодный фильтр для проточной воды. Наверняка вы уже видели что-то подобное. Мне прям запала эта штука. Вечернее время при приглушенной освещенности в ванной или на кухне выглядит очень круто. Кстати, подставку можно выбрать в соответствии с ремонтом, и будет очень годное сочетание. Кстати, она меняет свой цвет в зависимости от температуры, что очень удобно, если в доме есть малыши, которые начинают исследовать мир. Ну, то есть, если ребенок включает горячую воду, и вы видите это сразу. Достаточно безопасно. И еще одна годная штука – увеличитель экрана телефона. Нет, это не просто пенсионерская лупа, как вы могли подумать. Этот гаджет проецирует экран вашего телефона в увеличенном размере, настолько, что через него можно смотреть сериалы, фильмы или ролики на YouTube. Очень удобная штука, если вы часто смотрите что-то в постели, например. Не обязательно нести ноут, достаточно этой крутой подставки. Подходит для любого смартфона и, надо сказать, передает изображение нормально. Конечно, искажает картинку, это все-таки увеличитель, но не критично. Думаю, с такой штукой удобно читать книги с телефона. Охахаха, смотрите, что за подушка. Очень забавный аксессуар. Подушка-страус, которая позволяет вздремнуть где угодно. Но если отметить, что она достаточно плотно закрывает зону глаз, и в целом обволакивает голову мягким синтепоном, это достаточно крутой аксессуар. У меня был период, когда я ездил на междугородних электричках, и могу сказать, что если бы у меня тогда была такая подушка, я бы был более счастливым человеком. Неизвестно, как на такую штуку отреагируют окружающие, но какая разница, если вы сладко спите в дороге. Росомаха, это ты? Какой прикольный гаджет. Когда я собирал эту подборку, я придумал как минимум три способа использования этих когтей. Ну, во-первых, кухня. Да, можно так измельчить мясо, овощи на салат или ассорти. А еще, я думаю, что ими очень круто разрыхлять землю. А как это эффективно, представьте, попросила мама вас помочь в огороде, бац, а вы в такой невероятной амуниции. Ну и главное, дело пойдет в разы быстрее. Тяпка только одна, а руки как минимум две. Ну, еще вариант снимать что-то с дерева, котенка или яблоки сорвать. Есть же такие кошки у электриков, которые по столбу залезают. А у вас ручные кошки. Не факт, конечно, что вам это сильно поможет залезть, но впечатление на окружающих точно произведет. О, а эта крутая противоударная камера работает в экстремальных условиях. Очень удобно на такую снимать, если вы занимаетесь каким-то опасным видом спорта. Паркур, стритрейсинг или по горам на вельке катаетесь. Кстати, классно, что есть подобная аппаратура. Очень жалко использовать дорогую технику в подобных местах. Зафиксировали на штативе камеру за баснословную сумму, а ее ветром в грязь или в лужу снесло, и все, иди новую покупай. Дорого и грустно. А вот с этим аппаратом можно хорошо сэкономить бюджет, да и по техническим характеристикам она не уступает. Оснащен сверхширокоугольным объективом для записи видеороликов в Full HD с углом обзора 174 градуса или снимком с углом обзора 198. Противоударный корпус защищает от падения с 4-метровой высоты. Уникальная воздухонепроницаемая влагозащитная технология позволяет снимать даже серфинг доски. Ну и да, не стоит переживать о стабилизации. У этого малыша тоже тут все в порядке. Сопрягается с любыми устройствами по Bluetooth. Можно управлять камерой через телефон или планшет. Так же, как и перекидывать файлы. Очень удобный, умный гаджет. Вау, какой необычный танк! Это не просто игрушка, это что-то научно-игривое. Конструкция танка спроектирована на основе двигателя стерлинга. По факту движение этой игрушки – это чистая физика. Ну, то есть газ и заставляет двигаться предмет. Вначале заливается горючая жидкость, как правило, это чистый спирт. Поджигается фитиль и при нагревании выделяется газ, который и является источником энергии. Но, черт возьми, как же круто за этим наблюдать. Самое интересное – это креативность, с которой разработчики подошли к этой модели. Пластиковые колеса с гусеницами, металлические полированные до состояния зеркала, каркас, на согласитесь, выглядит просто крышесносно. Круто, что есть такие игрушки. Думаю, ребенку будет очень интересно изучать физику именно таким наглядным способом. О, а вот это очень крутая штука. Спрей для фруктов, который выжимает сок прямо из лимона или лайма. Очень удобно заправлять им салаты или добавлять кислинки десерту. Короче, для кухни мастхев. Единственное, стоит следить за диспенсером, чтобы он не забивался. Ведь вы загружаете его прямо в мякоть цитруса. Но могу сказать, промывать подобные изделия не составляет труда. Служат они достаточно долго, и для ленивых просто необходимость. Ну и да, этот гаджет из той ценовой категории, которая скорее расходники для готовки, чем полноценный инструмент. О, а с такой штукой я еще не сталкивался. Это насадка, которая позволяет экономить зубную пасту. То есть в силиконовой пимпочке мелкая прорезь, которая контролирует поток, который выходит из тюбика. Слушайте, наверное, это очень удобно. Единственное, наверное, стоит промывать ее после каждого использования. Зубная паста засыхает прям комком цемента. И если опаздываете, лучше не экономьте. Отмывать ее будет крайне затруднительно. Фанаты хелбоя на месте? Вы сейчас просто обалдеете. Можно купить настоящую руку хелбоя. Реплика в прототипе один к одному выглядит невероятно эффектно. Ну, всякие там гиковские штучки. Я думаю, для коллекции – да, очень круто. А так, какого-то практичного смысла в ней, конечно, нет. А крас и дизайн выполнены, безусловно, потрясающе. Воу, это умный мини-робот из «Звездных войн». Дроид с поддержкой приложения BB-8 и прочным водонепроницаемым корпусом из поликарбоната. Соединение Bluetooth Smart обеспечивает гироскопическое движение на расстояние до 30 метров. Подставка для индивидуальной зарядки обеспечивает 60-минутное время автономной работы. Совместимость с Force Band для управления с помощью жестов. Также у робота есть приложение, благодаря которому вы можете прописать роботу путь или легкие задания. Прикольно, когда у тебя по дому катается герой киновселенной. И на десерт забавная безделушка для дома. Кот в коробке. Лохматый контролирует ваши движения, и ему дико нравится, что вы трогаете переключатель. Он хищно вылезает и делает все, как было. Наверное, с ним можно часами так играть, пока у усатого не сядут батарейки. Милая безделушка, наверное, поможет сосредоточиться и отвлечет от грустных мыслей. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу. Но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A53. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя. А в предыдущем конкурсе победил Андрей Байковский. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok